У каждого поступка есть последствия Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы расскажем вам топ-10, что я наделал в сценах в фильмах. В этом списке мы расскажем о сценах, где герои принимают решения, о которых они потом в большей или меньшей степени сожалеют. Мы просмотрим ключевые события фильмов, поэтому предупреждаем, будут спойлеры. Я пришла, чтобы помочь, потому что сладкостью. Номер 10. Джек Скеллингтон устраивает Рождество. Кошмар перед Рождеством. Что я сделал? Джек, у тебя были хорошие намерения, но плохое исполнение. Так жаль наблюдать за тем, как рождественская мечта Джека буквально разбилась. Все все было не так. Он так старался подарить всем веселое Рождество, но на кладбище убитый горем он понимает, что своими действиями только вызвал хаос. Это такое печальное зрелище. Скелет плачет на кладбище, отчаянно пытаясь понять, что он сделал не так. Джек просто хотел осчастливить людей, но вместо этого превратил самый радостный день в году, вы догадались, в кошмар. Джек, может в следующий раз лучше не похищать большого парня в красном костюме и не дарить плюшевых медведей вампиров детям? Просто дружеский совет. Номер 9. Убийство снежным шаром. Неверное. Момент сожаления в фильме про измену? Кто бы мог подумать? Эдвард обнаруживает, что у его жены роман с 27-летним продавцом книг, и он решает встретиться с ним. Однако, когда герой находит снежный шар, который подарил на юбилей своей жене в доме ее любовника, ярость ослепляет его, и он разбивает шаром голову молодому человеку. Сцена выглядит очень реалистично. Камера дрожит, Эдвард трясется, пол трясется, изображение становится размытым, на лице Эда выступает пот. Словом, смотреть тяжело. Эдвард полон сожаления, ведь ему придется скрывать это всю оставшуюся жизнь. Мы думаем, что хватило бы и словесных разборок. Номер 8. Питер ударил Мэри Джейн. Человек-паук 3 – враг в отражении. Дядя Бен предупреждал тебя о таких вещах, Пит. С великой силой приходит великое раскаяние. Или что-то в этом роде. Инопланетный симбиот забрался на паука и превращал Питера в нового человека, но не в хорошего. Из-за изменений в характере Питер ненарочно ударил любовь своей жизнью. И выражение его лица было таким же, когда он видел, как умирал дядя Бен. Тем не менее, именно разочарование на лице Мэри Джейн помогло дерзкому Питеру осознать, кем он стал. Теперь ты не будешь танцевать на улице с такой же уверенностью, да, Пит? Будем надеяться, что ты вернешься к классическому красно-синему костюму как можно быстрее. Номер семь. Нет Дарта Вейдера. Звездные войны эпизод 3. Месь Ситхов. Лорд Вейдер. Вы слышите меня? Да, мастер. Все знают Дарта Вейдера. Наверное, главного злодея кинематографа всех времен. До того, как стать Дартом, он был Энакином. Мы видим путь, который молодой мастер Скайуокер прошел, чтобы стать своим злым альтер-эго. После битвы он заживо сгорел от потоков лавы вулкана Мустафара. Но даже тогда первое, что спросил Дарта Вейдера, в порядке ли его жена. Видите? Даже после того, как он перешел на темную сторону, он остался любящим мужем. Извини, Дарта, но ответ тебе не понравится. Когда Палпатин рассказал об участи Падме Вейдеру, тот от нестерпимого горя издает полный боли крик. Теперь не вернутся с темной стороны. Давайте согласимся, что пора прекратить доверять роботам. Особенно красивым роботам. Калиб знает, что Ава робот. Он просто пытается понять, достаточно ли продвинуть ее искусственный интеллект, чтобы он смог забыть об этом факте. Сначала мы верим, что Ави не безразличен Каль. Но на самом деле она использует его, чтобы сбежать. Нам жаль парня, потому что он кажется таким милым и невинным. Как только Ава освободилась, мы видим, что ей абсолютно все равно. Калиб остался стучать по ту сторону стекла, и мы знаем, что оттуда не выберется. Во что он ввязался и как выберется? Это такой классический сценарий под названием «Я полюбил робота, но она меня бросила». Номер пять. У Гринча увеличилось сердце. Гринч — похититель Рождества. Тогда Гринч слышал звук, растяяя на снегу. Он начался в низ, а потом начался в рождество. Эммм, как сразу два персонажа, притворявшихся Санты, попали в один список? В этой сцене Гринч понял важную вещь. Не коробки и упаковки с подарками из Ктограда, главное в Рождестве. Главное — провести его вместе с теми, кого любишь. Может быть... Крисмас... Он думал... ...не не приходит из ктограда. Может быть, Крисмас... ...професс... ...професс... ...профессия... 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 Удивленное выражение на его лице, когда он это понимает, доказывает. Он знает не только о положительных эмоциях, но и о сожалении. Пока его сердце вырастает в три раза, Санни соскальзывает все дальше с горы Крумпит, заставляя Гринча задаться вопросом, что я наделал. Его превращение из плохиша в хорошего парня впечатляет, так же, как и то, что он спас Санни, Санты и Синди. Номер 4. Уильям Мэрдокс плоховал. Титаник. Гибель Титаника — одна из самых крупных морских катастроф, забравшая тысячи жизней в мирное время. Первый помощник капитана, после того, как Титаник столкнулся с айсбергом, стал ответственным за пропуск на шлюпки и вел себя не по-офицерски. Трудно представить, но все становится еще хуже, когда во время творившегося на корабле Ада Уильям Мэрдок застрелил двух пассажиров, которые просто пытались попасть на спасательную шлюпку. Мы действительно чувствуем страх, холод и панику, которую испытывали пассажиры, и видим мгновенное сожаление и невыносимую вину на лице Мэрдока. Затем он решает, что у него есть только один выход. Это происходит в самом конце фильма. Подполковник Николсон, будучи офицером в группе британских военнопленных во время Второй мировой войны, берет на себя ответственность за то, что его люди построят мост. Не для японцев, а для англичан, как символ их усердия и находчивости. Он не видит картину целиком. И когда узнает, что союзные войска пытаются уничтожить мост, сначала пытается их остановить. Но в конце концов, в один прекрасный и сильный момент Николсон задает себе вопрос. Осознавая последствия того, что он пытается сделать и искупить свои грехи в последние минуты жизни, герой делает то, во что он действительно верит. Номер два. Автобус в никуда. Выпускник. Эта сцена хороша тем, что все происходит очень быстро. Бенджамин бежит в церковь, чтобы спасти Элейн от, вероятно, несчастливой жизни. Она за секунду принимает решение уйти с ним, и мы наблюдаем, как персонажи убегают со свадьбы и ловят как раз подъехавший автобус. Куда едет автобус? Куда едут герои? Мы не знаем. И они тоже. Пара не разговаривает и не смотрят друг на друга. Они лишь слегка улыбаются и кидают пустые взгляды на дорогу, сидя молча. Хотя ни один герой не показывает сожаление внешне, пока они думают о своем решении, музыка на фоне как бы говорит о том, что делает концовку интересной и заставляет нас задуматься. Прежде чем мы объявим первое место, вот несколько почетных упоминаний. Номер один. Дэвид убивает своего сына. Мгла. Это один из тех ужасных и мучительных моментов. Туман опустился на город и с ним появились потусторонние монстры со щупальцами. Решив, что смерть от оружия лучше, чем смерть от монстра, Дэвид Дрейтон освобождает от страданий оставшихся в живых, в том числе и своего восьмилетнего сына. Звучит четыре выстрела, и мы неохотно соглашаемся с тем, что выбор Дэвида спасти сына от неизвестных ужасов тумана был правильным. К сожалению, на него самого пули не хватило, поэтому герой остался наедине с принятым решением. Он выходит из машины, оказывается в тихом сером окружении тумана, и мы думаем, что его сейчас кто-нибудь схватит, но происходит кое-что похуже. Спасение пребывает через несколько секунд. Вы согласны с нашим списком? Какая сцена «Что я наделал» ваша любимая? Напишите в комментариях. А чтобы смотреть больше увлекательных топ-10 каждый день, не забудьте подписаться на WatchMojo Россия. и когда вы увидите свои в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok